Энергетическими сетями Красноярска теперь будут управлять из Тувы. МРСК Сибири передала свои объекты дочерней компании, что вызвало пристальное внимание антимонопольной службы. Будут ли при таких условиях красноярцы кормить соседний регион, разбирался Денис Денисов. Такого масштаба афер на территории края не было уже давно. Вот так без лишних кивков в антимонопольной службе описывают ситуацию с передачей энергосетей Красноярской МРСК Сибири, введение ее дочерней компании Тываэнерго. Антимонопольщики полагают, что край может лишиться значительной части доходов. Арендная плата для тувинских энергетиков примерно 2,5 миллиона рублей в месяц. При этом убытки МРСК по итогам первого полугодия превысили 1,5 миллиарда рублей. Это в 12 раз больше, чем годом ранее. Мы теперь все тувинцы при передаче электроэнергии. И все контракты переведены туда. Соответственно, региональная энергетическая комиссия Красноярского края у нас никакой роли в регулировании тарифном передаче электроэнергии на территории Красноярского края по всем крупнейшим потребителям уже не играет. По словам Олега Харчинга, плату за присоединение к сетям для большей части Красноярского края теперь будет устанавливать ТУВА. Сделка по передаче энергообъектов в аренду заключена этим летом. И как утверждает заместитель руководителя УФАС, когда служба заинтересовалась этим вопросом, то МРСК «Сибирь» ему предложили закрыть на это глаза. Расценивайте это как хотите, то есть всяческая помощь. Просто не смотрите, пожалуйста, некоторое время там с годик, например, в эту сторону. За это время там несколько миллиардов российских рублей идут в республику ТУВА. Однако, как нам пояснили в Красноярской региональной энергетической комиссии, опасения преувеличены. Ни о каком диктате со стороны ТУВЫ речи идти не может. Да и передаваемых энергообъектов не так много. По предварительной оценке, речь идет об объектах, которые занимают менее 3% от общего сетевого комплекса «Красноярск Энерго». По законодательству, в любом случае, тарифы для сетевых организаций края будут продолжать регулировать региональная энергетическая комиссия Красноярского края. Прокомментировать ситуацию мы попросили в МРСК «Сибири». Однако сегодня ответить там так и не решились. В антимонопольной службе уже нашли заявителей, чтобы завести дело. Не исключено, что к нему будет подключена и прокуратура. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.